Как борются с коррупционерами в Северном Казахстане? Работу профильного ведомства обсудили на сессии областного Маслихата. С начала года антикоррупционная служба области выявила 105 преступлений, 86 из которых факты коррупции. 30 человек признали виновными в даче взятки, 39 – в получении. В каких сферах больше всего нечистых на руку чиновников и какое наказание они понесли, расскажет Айгири Мукашева. Вознаграждение за взяточника. С начала года к антикоррупционщикам области обратились порядка 300 человек. Все заявки рассмотрели, выдали рекомендации. А вот семерым североказахстанцам еще и деньги – около миллиона тенге. В целом, согласно исследованиям, Северный Казахстан меньше всего подвержен коррупции. Значительная часть жителей нашей области негативно относится к взяточничеству. К слову, ее размер тоже один из самых низких по стране. Независимо от должности и социального статуса, нечистых на руку ждет заслуженное наказание, говорит главный антикоррупционер области. С начала года в дисциплинарной ответственности привлечены 47 должностных лиц. Из них освобождены от занимаемой должности 18, предупреждены о неполном служебном соответствии 11. Объявлены строгие выговоры 8, выговоры 9 и одно замечание. С начала года антикоррупционная служба области выявила 105 преступлений, 86 из них – факты коррупции. 30 человек виноваты в даче взятки, на 9 больше – в получении. Зарегистрировали 28 случаев хищения и мошенничества. Больше всего нечистых на руку было в сфере энергетики и ЖКХ. Там 13 фактов, 7 – в земельных отношениях, чуть меньше – в сельском хозяйстве. До полного искоренения. Если раньше боролись с последствиями коррупции, то сейчас с причинами и условиями. Для этого проводят профилактические мероприятия, ввели персональную ответственность руководителя за проступки подчиненного, а госуслуги переводят в электронный формат. Но не всегда их оказывают корректно. В первом полгодии 2019 года департаментом по линии госконтроля проведено 24 контрольных мероприятия. Выявлено порядка 578 нарушений законодательства в госуслугах. Из них 31 нарушение сроков, 8 нарушение сроков отказов, 47 оказание услуг при неполном пакете документов, 142 факта и требования излишних документов. 43 человека привлекли к дисциплинарной ответственности. В первом полугодии с жалобами на госуслуги обратилось 23 североказахстанца. Претензии четырех удовлетворили. А еще за нарушение порядка или сроков оказания госуслуг к административной ответственности привлекли 26 человек. В общем, они выплатили штрафов государства 719 тысяч тенге.